Демонстрация величия и мощи великой страны В этом году исключительный парад, исключительно много народу Какие сюрпризы ждали гостей парада Великой Победы, узнал Сергей Хайдаров Их имена не сотрут времена Я горжусь своим дедушкой В Казани прошла всероссийская акция «Бессмертный полк» Сколько людей она собрала в этом году, расскажет Рамиль Шайдолян Концерты, акции, флешмобы Всем спасибо, всем здоровья, ура! В атмосферу праздника вместе с казанцами окунулся и слова Бахмадулиан До Великой Победы 1418 страшных дней войны Фашисты сравняли с землей 1700 городов Сожгли 70 тысяч деревень Разорили 32 тысячи заводов Давайте вернемся в первый день войны, которая изменила судьбы миллионов Наши корреспонденты на связи из 41-го года Лина Зинатурина сейчас в центре советской Казани Лина, как горожане услышат судьбоносные сообщения? Говорит Казань С солнечным и жарким воскресеньем большинство жителей отдыхают за городом На популярном острове Маркиз Что это утро оказалось совсем недобрым, они узнают лишь вернувшись домой Остальные прямо сейчас из рупоров на центральных улицах Мы на Баумана, где казанцы, затаив дыхание, слушают обращения наркома иностранных дел Молотова Сегодня в 4 часа утра без объявления войны Германские войска напали на нашу страну Кто-то пока не верит, кто-то уверен, что война дела пары месяцев Кто-то уже видит себя в рядах советской армии Финальные слова выступления наркома станут крылатыми Наше дело правое Враг будет разбит Победа будет за нами Тайссеровцы верят в победу Военные задачи ставят в Верховном Совете Передаю слово коллеге, который сейчас находится там Внимание! В СССР объявлена всеобщая мобилизация В эти минуты в Казанском Кремле идет заседание Президиума Верховного Совета Тайссер Под председательством Галлея Динмухаметова Он уже сообщил о мобилизации техники, тракторов, машин, повозок, лошадей из каждого района Все входы и выходы в губернаторский дворец закрыты Принято решение о том, что Казань получает статус города первой секретности Жителям приказано заклеить окна плотной черной бумагой Сейчас через предприятия будут доносить эту информацию Милиция переходит в усиленный режим патрулирования Все для фронта, все для победы Слово передаю Ниазу, который сейчас встречает наших солдат у призывного пункта В стране сегодня началась массовая мобилизация Сейчас мы находимся возле военкомата Сюда в ближайшие 6 дней поступят свыше 5000 заявлений В середине июля общее число добровольцев в ТАССР превысит 14 тысяч человек В военкомате нам сообщили много коллективных заявлений В Казани добровольцы с 7 утра собираются при Балманском райвоенкомате Это студенты, преподаватели школ и институтов, рабочие Я передаю слово Сергею Хайдарову, который находится на авиационном заводе города Здравствуйте, товарищи! После начала войны стало известно, что ленинградский авиационный завод будет эвакуирован в Казань Первую военную воздушную машину в Татарии планируют выпустить в августе 41-го года А в сентябре самолет У-2 в небо поднимет легендарный летчик-испытатель Борис Бирбутс Сейчас советские конструкторы уже занимаются его модернизацией для ведения боя На нем установят бесшумный мотор и специальный пулемет Шкасса, который может выполнять 33 выстрела в секунду Кроме военной техники, сельское хозяйство Татарии даст фронту 131 миллион пудов хлеба 39 миллионов пудов картофеля и овощей, 56 миллионов пудов мяса и 200 миллионов литров молока К концу войны на Казанском заводе произведут больше 10 тысяч бипланов А это каждое второе советское воздушное судно Сейчас все советские солдаты уходят на фронт Переполнены все вокзалы Их провожает моя коллега Лисан Сабирова Вам слово На Казанском вокзале тысячи людей со всех районов Это те, кто уходят на фронт И сотни тех, кто провожает отцов, сыновей, мужей А этот поезд увезет их к западным границам страны Здесь очень сложно сдерживать эмоции Кто-то плачет, пытаются улыбаться, а в глазах неизвестность Рядом со мной молодожены из Казани Фатых и Гульсира Я вернусь И мы обязательно построим дом У нас будет ягодный сад Там будут играть наши дети А ты учебу не бросай Из тебя выйдет отличный инженер Дай слово, что ты вернешься Я клянусь Фатых и Гульсира больше не увидят Между ними будут ходить письма до середины 43-го года Он погибнет в жестоких боях под Курском С этого перрона за 4 года на фронт уйдут 700 тысяч татарстанцев Каждый второй не вернется, а каждый третий пропадет без вести Алексей, таким сложным был первый день войны Это было прямое включение в историю 1941 год Как нам только что сообщил Алисан 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт Каждый второй не вернулся Сегодня их память почтили на кладбищах и мемориалах республики В Казани это парк победы Одним из первых к мемориалу героев Советского Союза Цветы возложили герой Борис Кузнецов Рустам Мениханов и Ментимир Шаймиев На Архангельском кладбище вместе с ветеранами К монументу цветы возложил Фарид Мухаммедшин К постаментам на Арском кладбище Пришел премьер Алексей Песошин Погибших минутой молчания и тройным залпом Почтили из автоматов Парад победы сегодня объединил Все поколения и тех, кто пережил войну И тех, кто знает о ней только по книжкам Площадь тысячелетия Военная и боевая техника И ни одного свободного места под Кремлем Перед ветеранами и зрителями 2000 солдат На связи из Москвы Владимир Путин О торжестве силы и единения Сергей Хайдаров Чеканья шаг Четкие движения В одном строю 2000 человек В первых рядах среди зрителей Главные гости праздника Ветераны Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Огнев Не пропускает ни одного парада победы Здесь он встречается с друзьями И со служивцами Каждый год присутствует на парадах В этом году исключительный парад Исключительно много народу И прекрасная погода Праздничный, настоящий всенародный праздник В этой колонии не только профессиональные солдаты Но и ветераны Афганистана И даже школьники Чтобы не отставать от опытных солдат Все они немало тренировались Все очень волновались И каждый пытался вложить душу В свою маршировку И пройти с гордостью Мы, естественно, репетировали Понятно Для нас, прошедших службу В принципе, это вспомнить несложно Ну и прямо сейчас Самый долгожданный момент Для всех гостей сегодняшнего праздника Ведь здесь, на площади тысячелетия Появляются 14 единиц военной техники Среди которых, конечно же Легендарное орудие «Катюша» И танки Т-34 И ИС-3 Мы всегда будем гордиться Что советский народ не дрогнул Не прогнулся перед жестоким врагом Говорит президент России с Красной площади Наш долг – хранить память о доблести воинов Отдавших свои жизни ради жизни других О всех наших солдатах И мужественных бойцах Второго фронта О вкладе в победу стран Антигитлеровской коалиции День победы всегда будет нашим главным праздником Скажет Рустам Миниханов Мы никогда не забудем Что свободу и долгожданный мир Отвоевали наши предки Капитаны и рядовые Ополченцы и труженики тыла Партизаны и подпольщики Старики, женщины и дети Люди разных национальностей и профессий Мимо трибун проходят легендарные катюши Наводившие ужас на гитлеровцев В годы Великой Отечественной войны От такой величественной мощи Мурашки по коже и слезы на глазах ветеранов Происходящее дает понять каждому Что День Победы – главный праздник страны У нас в семье 9 мая Это один из самых таких главных праздников считается Потому что и прадеды А уже у детей прапрадеды Воевали, погибли на войне Погибли ради всех нас Чтобы дети всегда помнили этот праздник Знали его Поэтому мы сегодня пришли сюда Специально приехал в Казань Посмотреть вот ваш праздник там Свой я знаю Я хотел именно здесь увидеть Почувствовать вот эту обстановку Мне вообще неинтересно, конечно, красиво Наш мир и спокойствие в надежных руках Отмечают ветераны Ведь все те, кто прошел по площади единым строем И те, кто наблюдал за этим Помнят память дедов И сделают все, чтобы этого не повторить Сергей Хайдаров, Данил Филатов ТНВ, Казань Знамя Победы на параде в Москве Нес наш земляк Нижникамец Алексей Факеев Солдат Преображенского полка Второй год вся страна Президент Владимир Путин Военокомандующий и участники парада Наблюдают за тем, как легендарное полотнище Разбивается в его руках За всем происходящим в Нижникамске По телевизору смотрели его родные Вместе со всеми На самой главной площади страны Алексей Факеев Тройки замыкающих знамены группы В руках Знамя Победы Сержант Антон Михайлов И младший сержант Алексей Факеев Вносят на Красную площадь Государственный флаг Российской Федерации И Знамя Победы С экрана телевизора за сыном Наблюдала мама Алексея Чувства переживания отступили Только гордость за сына Горжусь, люблю И не верю Я почему-то вот И в прошлом году уже вот второй раз у него Проход, но не верится Сразу после парада Звонок сыну Как у тебя впечатление? Все нормально? Все нормально, да Прошлись Посмотрели потом повтор Вроде все без замечаний Все нам объявил благодарность Комендант 400 шагов со знаменем Победы В руках Алексей Чеканет По Красной площади Второй год подряд После прошлого Встретил свою девушку Она увидела его по телевизору Она из Орска, Оренбургской области Увидела моего сына по телевизору На параде И не решалась Где-то около полугода Не решалась ему написать Потом все-таки решилась Когда призывался Алексей разрывался Между Преображенским полком И десантными войсками Выбрал первый И не ошибся За прошлый парад Получил первую медаль Ждет вторую Альбина Минибаева Алсуар Русланова Евгений Лызаев ТНВ Нижнекамск Плечом к плечу Нога в ногу Потомки фронтовиков Сегодня прошли Бессмертным полком 165 тысяч человек В Казани 363 тысячи По республике На их фотографиях Те, кто воевал И добывал победу Как бессмертный полк В один строй поставил Прадедов И правнуков Рамиль Шайдулин Одним порывом И одной волной Вдоль показаний Выдвигается Многотысячная колонна Нога в ногу И, конечно, с табличками Главными символами Бессмертного полка Марша потомков победителей В современной России Редко такие демонстрации Проводятся И Такие толпы Редко собираются Поэтому необычно, конечно Прямо вот Особенно Кричат ура Прямо как волна Под всеобщее ликование И легендарную журавли В строю Ментимер Шаймеев И Рустам Миниханов В руках президента Табличка с именем дяди С фотографиями отцов Дедов и прадедов Каждый казанец Фотографии и просто имена Тех, кто подарил нам Мирное небо По предварительным подсчетам В этой колонии Больше 100 тысяч человек Те, кто захотел Хотя бы на время Оказаться со своими близкими Живыми близкими Отец мой был призван В армию в 40-40-м году Он дважды был ранен У него Две боевые Награды Красной звезды От проспекта строителей До улицы 50 лет октября Это бессмертный полк В Нижнекамске С каждым шагом Людей все больше Людей с тысячами Похожих историй Это мой отец Дошел до Берлина Брал Рейхстаг От военкомата до площади Это уже марш в Буинске С фотографиями близких И родных Более 5 тысяч человек У Ляли Мингалиевой В руках два портрета Отца и свекра Участие в этой акции Это память Они не дожили Вот до этого дня Хочется, чтобы они тоже Увидели этот светлый Праздник 9 мая В Альметьевске Единым строем Прошли 15 тысяч человек Такой бессмертный полк В Актаныши и Нурлате Но по официальным данным К акции Присоединились И села Как один день Может сплотить всех Это не перестает удивлять Это очень милая акция Приятно быть ее участником И энтузиазм всех этих людей Наполняет день добротой Наверное, во всей Европе Это величайший день Величайшая дата столетия Здесь я вижу известных людей Которые каждый год Собираются, чтобы вспомнить прошлое Единые чувства Печали и радость А в глазах бесконечная благодарность По предварительным подсчетам В строй бессмертного полка Встали 363 тысячи татарстанцев Столько воинов на день Стали живым символом Великой Победы Рамиль Шайдулин Альбина Солгараева Андерсон Тальцев Фуат Гассин Рамиль Закеев ТНВ Казань Буинск Челны Нижнекамск Продолжая традиции дедов Они выбирают профессию военных И становятся кадетами Их дело Родину защищать Мы спросили На кого равняются Юные защитники И готовы ли они Отдать свою жизнь За Родину Все, я готов отдать То есть Это бесспорно Я поэтому сюда и пошел Служить Родиной У меня уже есть навыки То есть я знаю Зачем я сюда пошел Чтобы возможно Отдать жизнь Родине Или защитить ее Любой с мной Нужно защищать свою Родину Свой дом родной Свой край Его нужно беречь Своих близких Вот я участвую В поисковом отряде И вот по всем Историям По всем этим Храбрым поступкам Я С четкостью уверен То что я так же могу Послужить своей Родиной Как и мои предки Подвиг человека Подвиг народа На российские экраны В канун праздника Вышла кинолента Собибор Фильм о печальных событиях В фашистском концлагере В Польше Казанцы идут в кино Чтобы узнать подлинную И малоизвестную Историю войны Что их туда Ведет Вопросом задался Наш корреспондент Советский офицер Александр Печерский Попадает туда Откуда никто Никогда не возвращался А если и уезжал То только в газовые камеры Нацистский лагерь Собибор Но в 43-м Впервые пленники Открыли себе Путь к свободе Совершив самый успешный Побег За всю историю Концлагерей Это история О подвиге Подвиге советских людей Настолько громком Что о восстании В Собиборе Знают уже Во всем мире 30 лет назад Эту историю рассказали Западные кинематографисты В 2018-м Она На российских экранах В зале Почти нет свободных мест Я знаю Что это Военных лет Концлагерь Знаю Что наш офицер Спас Смотрит В преддверии праздника Все-таки хочется посмотреть Что-то на военную тему Что-то новое Что-то захватывающее Мы из поколения Дей Как бы Внуков Тех, кто воевали Мы еще как бы Помним Вот эти все эти дела А вот уже Младшие поколения Они уже не воспринимают Эту информацию Тем не менее На таком кино Почти всегда полные залы Начиная с первого После Бога 2005 года Чей прокат Собрал больше Полутора миллионов долларов В России Битвы за Севастополь 15-го Больше 8 миллионов И Сталинградом Больше 68 миллионов долларов В мире Цифры показывают Военные фильмы Рвут кассу Где-то в генах Сидит эта тема Поэтому, наверное, интерес есть Причем интерес Не только у старшего поколения Это само собой разумеющееся Но и у студентов Главный слоган картины Подвиг, который мы забыли Эксперты и первые зрители Говорят о другом Россияне гордятся своей победой В свою очередь Создатели решились На свой подвиг 5% от продажи Каждого билета Пойдут на лечение Детей с онкологией Рамиль Шайдулин Алина Мусина Ринат Сафин Марат Саидгараев ТНВ Казань Сейчас мы прервемся на рекламу А потом продолжим праздничный выпуск Огромный ассортимент портьерных тканей Постоянное обновление коллекции Портьерный салон «Феерия» Группа компаний «Таиф» Поздравляет соотечественников С Днем Победы Мы победили конкурентов Бери Ниссан по старым ценам Сигнализация с автозапуском в подарок Телефон в Казани 4 пятерки 3 единицы Только в мае В аквапарке «Ривьера» Сезон выгодных цен И сладких подарков Почему я выбираю «Берекатлет»? Потому что вкусно Потому что натурально А значит полезно И недорого Молоко и молочные продукты «Берекатле» Радость выбора для всех Либридерм сероцин Для тебя Для меня От прыщей номер один Для меня Для тебя Доступнее не будет В автоцентре «Марка» Новый японский «Датсун» Всего за 79 тысяч рублей Узнайте подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки Что ты там же читаешь, малой? Химия, товарищ старшина В институте не доучился И на что она тебе? Вообще-то химия – великая наука С ее помощью, когда мы победим врага Построим будущее Большие химические заводы Построим у тебя, студент, будущее А сейчас давай наше настоящее Защити Опять танки поперли Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации От Законодательного Органа Государственной Власти Республики Татарстан Ильдус Толгатвич Ахмедзянов Поздравляет с великим праздником Днем Победы Детская офтальмология Аппаратное лечение Клиника Кузляр Спешите видеть Московский цирк Юрия Никулина С новой программой «Браво» Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные Безгранична наша благодарность И уважение к ветеранам Ко всем, кто мужественно защищал Родину от захватчиков Кто трудился во имя общей победы в далеком былу Мы сердечно поздравляем участников войны Тружеников и вдов фронтовиков С самым светлым праздником Компания «Татнефть» Открытие, которое спасло миллионы жизней Оно с казанской пропиской Речь о методе местного обезболивания Новокаином Который в 30-х годах был разработан Нашим земляком-хирургом Александром Вишневским А на фронте активно внедрялся его сыном Этот метод потом назовут прорывом в медицине О преимуществах метода Вишневского Альбина Солгараева Большие верцовые, малые верцовые кости Вот у меня его разрушило Разрывной пулей мне попал Вот это самое Я, естественно, упал Потом очнулся уже в военном госпитале Вспоминает Касим Салимгореев Связист Призванный за Ктанышевского района На операционном столе решалась судьба раненого Ему провели сложнейшую операцию Сделали все для того, чтобы сохранить ногу 18-летнему солдату Операцию провели под местным наркозом Операции во время войны выполнялись буквально в полевых условиях Не хватало медикаментов, лекарств Не хватало элементарно бинтов И 80% операционных вмешательств Проводились при местном обезболивании Новокаином Который придумал Александр Васильевич Вишневский Метод местной инфильтрационной анестезии Новокаином Или, проще говоря, новокаиновая блокада Александра Вишневского Была им разработана именно в Казани Еще в конце 20-х годов Широчайшее применение военной полевой хирургии Он получил в период Великой Отечественной Такой метод обезболивания значительно облегчал манипуляции хирурга Уменьшал кровопотерю А значит, солдаты быстро возвращались в строй Сам Александр Вишневский в это время уже академик Был консультирующим врачом-хирургом Из Татарии на фронт ушли более 4 тысяч медиков Это и профессоры, доценты, врачи, медсестры и лаборанты Многие из них попали в санитарные бригады Именно им приходилось буквально на собственных плечах Выносить раненых с поля боя Или оказывать помощь на месте Зачастую под бомбежкой и пулеметным огнем В самой Казани школы и больницы стали эвакуационными госпиталями Раненых солдат привозили эшелонами Только в одном казанском военном госпитале За годы войны спасли 30 тысяч человек Пациентов размещали в коридорах, в залах и на лестницах В сутки проводили по 20 операций Наложили тонны гипса, миллионы метров бинтовых повязок Они тогда были для нас ангелами Говорит ветеран Великой Отечественной Касим Саремгареев Как и его они тогда поставили на ноги миллионы солдат Альбина Слагараева, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань» Мы возвращаемся к палитре праздника по всей республике Порисшествия, парады, боевые 100 грамм И не только в Челнах, конная кавалерия и КАМАЗы В Елабуге боевые взрывы, а в Нижнекамске настоящий привал с песнями военных лет Чем еще запомнится этот день жителям республики? Об этом в обзоре Анны Градновой Стрельба, думаем, ну что такое, наши до Берлина дошли, а нас все обстреливают А это победа И сегодня слезы радости не скрыть Участники войны и дружники тыла Нижнекамска вновь в строю Дружные колонны идут до монумента победы Улица города максимально приближена к настоящему военному привалу Раньше солдаты устраивали его для проверки техники В такие минуты и отдыхали Вместе с ветеранами за столами дети войны Вовремя войны это каша была бы В порту жили в Казани, в речном порту С парохода пассажиры выходят Раз корочку арбуз съели, выбросили А мы подбираем Это первое конное подразделение Вместе с конной кавалерией, военной техникой на площади Челнов Экипаж команды КАМАЗ-Мастер В Вальмитовске горожане увидели боевой ЗИС-5 и легендарную Катюшу А в Елабуге инсценировали взрывы В Ахтаныши ветеранов сегодня наградили медалями за доблестный труд Сейчас в районе живут 26 ветеранов На Урлате 29 После войны у меня как на фронте был На минных полях Крым весь, Севастополь Где было заменировано Невыносимый эскорт Слезы Но все равно Все равно радость Потому что смотрю на народ Сколько после войны Народилось новых людей Молодых Медсестры проводят, как говорится, с ранеными работу В Мамадыше на улице развернули целый медпункт Наглядно показать, в каких условиях лечили раненых И, конечно, во всех городах и районах республики ждут праздничный салют В Челнах он будет музыкальным и в сопровождении военных песен Масштабные народные гуляния, конечно же, и в Казани Не так часто в последнее время солнце радует горожан теплом Но сегодня день особенный Как провели день победы казанцы и гости столицы Увидел Салават Мухаммадуллин Уверенным, но пока еще не строгим шагом Открыли гуляния в Парке Победы юноармейцы Все как у взрослых Построение марш главнокомандующей Я первый раз участвую в параде И для меня это большая гордость Что ж ты молчишь Одиноко Что ж ты девушкам спать не долешь Кто постарше подпевают Молодежь снимает все на гаджеты А дети лакомятся солдатской кашей Сквер имени Аксенова собрал, пожалуй, все поколения казанцев Ажиотаж у полевой кухни Сегодня у меня боевое крещение Приготовил по довольно-таки интересному рецепту Секрет поварской открывать не буду Но каша очень вкусная Живой звук от камерного оркестра Так поздравил казанцев с Днем Победы Ля Примавера Специальная аранжировка к 9 мая Синенький скромный платочек От заслуженной артистки республики Юлии Зиганшиной Как провожала и обещала Синий плодочек сперечь Все же самая массовая точка народных гуляний Сегодня стал, как ему и подобает, парк Победы Песни и танцы с 10 утра до 8 вечера Здесь каждый нашел себе занятие по душе Ламбада, хороводы и вальс Под хор ветеранов на концерте «Жизнелюб» Кто-то впускается в пляс, кто-то в марш Да здравствует мир, да здравствует 9 мая Да здравствует солнышко, ясное небо на земле Да держать! Ура! Ты ходила на берег Катюша На быток и на реку трудой Весело, вон людей спросите, как они себя ощущают этот праздник Как тебе праздник сегодняшний? Нравится? Да Что ты делаешь сегодня? Смотри, оборачивайся Я живаю с огнепотанком Народные гуляния до самого салюта Благоволит и погода В Татарстане солнечно и ясно Слова Мадуллин, Алина Мусина, Марат Зайдулин, Марат Сейдгараев Амерзалишов, ТНВ, Казань И наш телеканал присоединяется ко всем теплым поздравлениям И словам в адрес наших дорогих ветеранов и тружеников тыла Следующий выпуск новостей в 21.30 Ну а сразу после этого на нашем канале Повтор праздничного Парада Победы Здравствуйте! Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели На заказ Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать в мае со скидкой 20% Данил Мастер, Казань, Постание 23 Телефон 2-167-166 Поговорим о погоде в республике В предстоящие сутки температура в Татарстане немного понизится Но осадки не ожидаются По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке Татарстана Будет облачно, но без осадков И до 11 градусов тепла На северо-востоке ожидается Пасмурная погода Там температура воздуха составит Плюс 12 градусов На севере Татарстана Переменная облачность и плюс 13 На северо-западе Облачно осадки не ожидаются Температура воздуха составит плюс 13 градусов На юго-западе республики Пасмурно местами От 10 до 13 градусов тепла В центре республики ожидается Облачная погода И до 12 градусов выше ноля В последующие сутки Температура в республике повысится Но возможны будут и осадки Спонсор выпуска Челны Кировец Предлагает услуги По капитальному и текущему ремонту Тракторов Кировец Производят продажу тракторов К-700, К-701 Из-за опасных частей к ним На предприятии Челны Кировец Полностью переверут ваш трактор Заменит износившиеся узлы и агрегаты Предприятие Челны Кировец Легендарному трактору Вторую жизнь Уважаемые казанцы и гости столицы Приглашаем вас посетить Грандиозное мероприятие Международный фестиваль Мусульманской одежды «Исламик Клоус». 11 мая, 18.30, КРК «Корстон». Вход свободный. В Казани ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин